И что Немцов вы, наверное, тоже, кстати, не изучили. Нигде человек не работал. Он был у кормушки во времена Ельцина. Был у кормушки, да? Он из Межгал, потом Москва, он был у кормушки. Потом нигде не работал. Потом он стал депутатом Ярославской области. Вот Ярославский. Откуда у него 7 миллиардов осталось? Потом явили жену. Официально, неофициально. Речь же не о Немцове сейчас идет. Я хочу сказать это все оттуда. Вот я Навального. За счет чего Навальный зовет? Условно осужденный за мошенницу, за воровство Кировского кресла. На что он живет? Он же тоже вам скажет. Это же мне просто напялила эту статью. На что он живет? На что направляет обучаться? Вот у нас сейчас из наших Чебоксар, я знаю, воспитательницу уволили. Это по статье. Вот она свою группу создает. Сейчас уже я ее отправляю за деньги за границу обучаться. Еще там кочки. Вот я думаю, мы нашли у нас кочки. Это был у нас один. Я думаю, одна померясь, не одна померясь. А вы еще... Ладно, я понимаю, студенты учатся. Вы еще даже не поступили. Вот зачем это вам нужно? Некто уже не поступили. А у вас уже, понимаете, вами уже заинтересовались. Это вам надо? Вот, девчонки, думайте о своем. Не надо все принимать за монету. У нас оппозиция была всегда. А сейчас у нас демократия, можно что угодно. Вот уж я никак не думала, что наши ученики попадут под крючок Навального. Создавайте свои партии, пожалуйста. Создавайте свои партии. Человек, вот вы только его слушаете, его статьи. Там ведь Ведев, то, 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 вот это слушаете. А вы про Навального послушаете? А мы слышали. Вот именно. Он никакой. Он живет только на денег. Вот он сколько раз выезжал, куда мы все это знаем тоже. Сколько он выезжал, на что он ездит-то? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!